Всем привет! Вы на канале 240 верст от Твери. Меня зовут Татьяна. Все уже отстрелялись с обзорами семян. Уже началась посевная, а я все еще тяну. Я долго сопротивлялась, не хотела покупать новинок никаких, так как своих много очень семян. И многие понравились. Оставила и на этот сезон, как коллекционные, так и российской селекции. В общем, гибридов много отобрала. И на поздний урожай, и на ранний урожай. В общем, на стрессовые какие-то обстоятельства. В общем, на болезни. Ну, все вы знаете, да? Ну вот. Сопротивление оказалось бесполезным. По воле случая мне пришлось побывать несколько раз в Леруа Мерлен, в Фикс Прайсе. У нас этих магазинов нет. Живу я в небольшом поселке Санда в Тверской области. И вот. Ну и в наш магазинчик тоже заскочила в семенной. Тоже там кое-что прикупила. Сейчас я не буду ни по группам, ничего. Просто так вот буду показывать, как вот купленные у меня были. Так вот и буду. И чтобы и цены сравнить, у кого какие. В общем, какие семена все-таки я напокупала. Много есть чего рассказать. Но видео получится, наверное, длинным. У меня еще тут штатив. В общем, чуть ли не на ниточках держится. Ну и вот. И тем более мне тут в комментариях на прошлых видео спрашивали, Таня, почему не делаешь обзор? Как это так? Это самое. Мы хотим знать, что ты там напокупала, что будешь сажать. Ну вот. Что я и буду делать. Так. Астры. Астры напокупала много. Взяла их по той простой причине, что срок годности до 25-го года. Что-то я не могу с астрами последние два года совладать, так как семян не могу собрать. Не знаю. Туда к самосемам всходят. Тут чего-то. Ну, весна, конечно, холодная. В общем, что-то не то. Вот. Американская красавица. Праздничная. Хризантема видная. Принцесса. По 15 рублей. Все. Вот. Морковка Самсон. 32 рубля. Вот. Длинная красная без сердцевины. 24 рубля. Семена Алтая. Семена Алтая капуста. Колобок. До сих пор у меня лежит на лоджии. На лоджии плюсовая температура. Всю зиму была. И отлично лежит. Правда, уже начинает прорастать. Надо будет на семена опять посадить. Где-то есть видео. Кому интересно, зайдите и найдите. Наберите в поисковике, как я там высаживала капусту на рассаду. Вообще. Фу, на рассаду. На семена. Вот. Можете тоже повторить. Вот. С клубочком капусты. Можете вот весной посадить. Я, наверное, это сделаю. И даже, может, покажу в этом году. Ну, если место будет, конечно. Тогда у меня росла в теплице. Вот. Капуста. Колобок. 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 Любимый колобок. Идёт на крошево. Очень уважаем щи. Вот. 35 рублей. Капуста какая-то белокочанная. Ф1, СБ3. Среднеспилая для квашения. Не знаю. Попробую. Вместо славы. Может быть, вот эту заквасить. Но капуста вообще у меня замечательная. Из любой поздней капусты. Но это среднеспилая. Не знаю, подойдёт, не подойдёт. 20 рублей. Мегатон вот в таких вот пакетах. Но, говорят, там фасуют вот тоже эти семена. Она же это дешёвая, это капуста семена. Да, 15 штук. Вот. Так. Вот слава любимая. Слава белокочанная. По 18 рублей. Подарок 18 рублей. Среднеспилая. Вот. Решила посеять ещё вот такой вот перец. У меня есть перец македонский, гравированный. Мне этот перец понравился. Вот. Очень я тут... Ну, такой он не очень, конечно, как сказать, приглядный такой на вид. Вот. Ну, можете посмотреть, забить в поисковике, почему он не приглядный на вид. И вот захотелось вот такой вот. Не знаю. Многие острые перцы маринуют. Вот. Хочу, не знаю, вырастить и попробовать замариновать. Вербена эта я покупала. Где вербену? Что-то не идёт вообще вербена. В прошлом году кто-то её там всё подъедал чего-то. Это к концу лета. Там она мне только успела показать себя. И это. И всё. Что-то морозы. 9,80. В фикс-прайсе покупала. Опять посеяла. Два раза сеяла. И стратифицировала я это самое, эти семена. И по-всякому сеяла. И что-то очень плохо всходит. Хотя срок годности. Срок годности там. Дата. 22-й год. Вот томатики. Любимые томатики. Я лсу хвалили очень. Вот решила попробовать. 36 рублей. Вот. Это вот новинки. Я их никогда ещё не сажала. Розовый гигант. Тоже фикс-прайсе. 8,40. Винный кувшин. Это я купила в Леруа Мерлен. 27 рублей. Вот такой вот. Аэлита показывала. Но почему-то вот не жёлтые, а зелёные плечики. Вот у винного кувшина. Кстати, вот он чем-то смахивает на японский трюфель красный. Вот. Ну, посмотрим. Вот. Вроде хвалят. Не знаю. По вкусу. Вот. Влюбилась в автоматы черри. И много их в этом году напокупала. Это в Леруа Мерлен. Я купила вот такой вот эльф. 15 рублей. Вишнёвый водопад. Так. Что-то мне тут. 25 рублей. Так. Сладкая девочка. 66 рублей. Это где-то я в другом магазине от Сиды купила. Вот такой вот формы. Мне нравятся плодики. В кисти до 18 плодов. Ультраранний. Так. Вот такой вот. Это в нашем тут семенном магазинчике в цветочном купила. Вот. Агрофирма Манул. Десерт черри. Ну, мелкие. Очень мелкие. Ну, может быть, сладенькие. Клубничное дерево. Действительно, по отзывам вырастает очень такое мощное растение. В общем, но сладенькие. Вот с носиком. Люблю вот такие вот носатенькие плодики. Посмотрим. Обильные грозди томатов клубничек. Массой до 200 грамм. Крупненькие должны быть. Вот. Такого цвета у меня еще не было. Теперь вот и фирмы многие занимаются. Вот экзотикой. Вот продают. Вот бор и медведь. Очень много похожих томатов на бор и медведь. Такой. Вот 30 рублей. Клубничное дерево я не сказала, сколько стоит. 25 рублей. Сердце Минусинска. Минусинские томаты все хвалят. 37 рублей. Вот. Ой. Ничего не могу сказать. Вспомнила про Саньку. Несколько лет его не выращивала. Нужно мне будет у нас. Любят покупать, конечно же, низкорослые сорта томатов. К нему все в теплице. Вот. Дочери тоже насажаю. Потом мне тут еще попросили. Вот. Что Таня, давай нам выращивай рассаду. А мне что-то и скучно. Я уже привыкла много выращивать. Вот. Скоро будут у меня посевы. Вот. Для открытого грунта. Санька. И можно хоть парочку засунуть еще в теплицу. Для раннего урожая. Вот. На днях буду этим заниматься. Морковка из фикс прайса. Вот такая. Нанская. 8,40. И редиска. Это оттуда же 8,40. 18 дней. Жара. Цилиндра. Барыня. Свекла. Тоже 8,40. Так. Дальше идут. Вот эти, наверное, у меня. Так. Не знаю я от кого. Это галина. Какие-то семена из Голландии. Огурец. Правда, тут семена алтая. Кстати, смотрите, что я обнаружила. Раньше что-то я не замечала на пакетиках. Вот такую вот линию среза. Смотрите. Ярлычок для рассады. Вот это вот вырезается и приклеивается. Да? Интересно. 5 штук вообще. 37 рублей. Потом я дойду, я покажу. Вообще разочарование огуречное. Это самое. Так. Кустовое чудо. Укроп. Для этого. Для зелени. Лабелья. Посажена. Лабелья уже взошла. Уже пересажена. И что-то плохо растет. Наверное, что-то из-за грунта. Ладно. Лабелья. С лабелией покончим потом. Так. Что-то я ничего не сказала. Да? Ну, в общем, вы, наверное, видели, сколько цена. А может, и не видели. Ну, да и ладно. Так. Полбик. Голландская линия. Томат. Полбик. Вот такой что-то захотелось. Мне не знаю. Детерминантный. Раннеспелый. Дорогой, правда. 10 штук. 63 рубля. Скажут, есть дороже. Но для меня дорого. При своих-то семенах. При таком-то количестве. Абрикатин. Томат Абрикатин. Тоже черри. 59 рублей за 10 семян. Вот. Вот такая вот красота. Абрикосового цвета. Авторские семена. Добрыня Никитич. Нравятся мне вот такие плодики. Плоско-круглые. Лизы карибристые. Крупноплодные. Среднеспелый томат. 26 рублей. Чудо-чудное. Форма плодов оригинальная. От элиты. Посмотрим. 150 грамм. Дамский угодник. 30 рублей. Суперхит. 21 века. До 200 грамм. Я хоть по центру, блин, сижу-то. Я аж не знаю, куда мне глядеть. В камеру не видно. У меня тут все замотано. Так. Авторские семена тоже. Златовласка. 30 рублей. От агрофирмы Поиск. Вот. Это я покупала в Леруа Мерлен. Эти все семена. В общем, я влюбилась. Я говорю, я влюбилась в черри. Красивые сладкие плоды, как карамель. Там от черри очень хорошие отзывы. Терек. Даже смотрела одна женщина, блогер. Заказывала то ли на Озоне, то ли где-то. 200 с чем-то рублей. Три семечка. Я вообще опупила. Откуда там такие цены? Вот. 35 рублей в Леруа Мерлен. Сколько тут семян? 12 штук. Это вообще-то. Что такое-то? Так. Ой. Вот надо отложить сальвию. Я бы и забыла, что нужно уже сеять. Так. 27 рублей сальвия. Редис. Это вот беленьких пакетиков. Сереньких беленьких. Это вот там кто будет. Леруа Мерлен. Они внизу вот в коробочках лежат. Редиска. Редис, редиска. В общем, вот по 3,70. Тоже самое редис, блин. Не надо покупать за 50 рублей какие-то там. Скажите, ой, да он не стрелкуется. Да всё, если посадишь и летом он безострелкуется. Надо его сажать раньше. Так. На закуску огурец. На закуску. Уж огурцов своих. Ну, позарилась на дешевизну. 11 рублей. Скидки там как раз были. 12 огурчиков в каждом зале. Ну, конечно же, такого не будет. Вот. До 12. Реализовать до 25-го года. 10 штук семян. Чего не взять-то? Изумрудный приз. 12 рублей. Пучковый тоже. Вот. Тоже 10 штук. Вот. Ещё красный камуфляж тоже взяла. Думаю, дочериков надо какой-нибудь тёмненький взять. Тёмненькую расцветочку, да? Для гармонизации. 40 рублей. Хотя можно гаргамель заменить. Вообще отличный томат. Вот, кстати, он где-то тут у меня гаргамель. Вот гаргамель. Видите, ещё ни синий, ни зелёный. И то зелёненький. Так. Там для домашних заготовок. Красный камуфляж. Ну, этот. Он считается не как черри, а как. Ну, как чего-то как. Наверное, как коктейльные. Масса-то 80-100 грамм. Вот. Так-то крупненькие. Не черрики. Тут у меня ещё кучечка агератум. Вот. Надо тоже отложить. Сеять надо уже на днях. А ещё астры. Это тоже вот Леруа. До 26-го года взяла. А чего? И пусть лежат. До следующего года. Не надо будет покупать. Вот. Смесь какая-то. Смесь какая-то. Всех сортов. Так. Это тоже, по-моему, Леруа. Так. Морковка 23 рубля. Зимняя. А 515. Я показывала в коротких видео. Кстати, морковка мне понравилась. Знаете, вот кофе мы пьём, да? Вот так. В зёрнах. И вот этот вот жмых я высушиваю. И вот на дно кладу. В лунку. Можно чай тоже с пятой сушить. Это самое. И кофе. И рассыпать семена. И сверху у меня было замульчировано в этом сезоне хвойным опадом. Вот. Но старым, не свежим, а хвойным опадом. Этими иголочками. И не полоть. Ничего. И я просто так выдёргивала. Даже не выкапывала. Так хорошо на моей почве. И она выскакивала. Гладенькая. Муха её не съела. Длинная. Сочная. Сладкая. Вообще морковь. Песня. Вот. Осенний король. 23 рубля. Но тут много этих самых. Грамм. 2 грамма. Ой, там хватит вообще. И тут тоже 2 грамма. Так. Огурец. Салтан. Всё гибриды. Ну, в общем. Кучковый корнишон. 10 штук. 19 рублей. Вот. Хрустящий завтрак. 10 рублей. Вот такие вот. Изумрудный приз. 12 рублей. Окошко. Окошко. Сейчас я вам покажу окошко. Ну. В отдельное, коротеньким видео. Надо мне вставать. Боюсь, у меня тут вся моя конструкция рухнет. Капуста. Тоже вот Леру Амерлен взяла. Смотрите. Вот такие вот пакетики. По 3 рубля. Какая-то золотой гектар. Надо будет посмотреть, погуглить. Что она себе представляет. Написано средне-раннее. Может, она как идёт, как ранее этот самый. Её посадить вместо июньской. В общем, вот не знаю. Кориандру тоже взяла. Не знаю. Надо мне или не надо. Петрушку листовую. В общем, вот такую вот пачечку. Получись, водокачку. Набрала ещё удобрений. Вот на 5 лет вперёд. Думаю, когда ещё попадём. И вот мои томатики. Это, конечно же, не все. Я просто выбрала вам показать, в каком они состоянии. Вот сеяла я 11-го. Но здесь разные. Это вот сибирский гроздевой. Это сибирский гроздевой. Такой вот пухляшечка. Сразу видно. Вон там, как вы видите, тоже ещё. По одному тут у меня. Надо вот скоро буду их резать. Это вот гаргамель. Корни. Корни вообще замечательные. Златовласка. Это вот златовласка. Этот черек. И это кто? А, вот винный кувшин. Вот винный кувшин. Видите, как в этом году я вообще не боюсь ни переливов. Ничего. И земли уже. Это 11-го числа, 11-го февраля был посев. Смотрите, сколько у меня земли в стаканчиках. В этих стаканчиках даже 100 грамм нету. Грамм 80 и половину. Не половину на 1 сантиметр. Там, видите, керамзит. Вот лежит. Корешки. Корешки обалденные. На балконе они у меня живут. На лоджии. Сегодня я обалдела, когда увидела 18 градусов. На улице было. Обалдела, когда было на термометре, где они у меня стоят. Мои растюшечки. Там 11 было и 13 было. Балкон не отапливаю, но утепленный. В общем, вот так вот. И это. Надеюсь, у нас сегодня опять вьюжит. Сегодня же 8 марта. Девочки, мои дорогие подписчицы, мои зрительницы. Поздравляю вас с праздником. Давайте жить дружно. Желаю всем мирного неба над головой. Скорее, скорее, скорее нам бы это все закончилось. В общем, все, кто смотрят меня, всем желаю здоровья. Крепкой здоровой рассады. Не болеть, не хандрить в ваших резиденциях томатных и огородных. Чтобы все цвело и колосилось. В общем, давайте. Я не знаю, что тут у нас. И даже не видно, сколько у меня тут и по времени. Вроде еще запись идет. Так, все ли я вам сказала? Ничего я вам не рассказала. В общем, ничего не показала. В общем, вот так вот. Потом я буду, может быть, коротенькие видео снимать. Так как у всех сейчас, наверное, работы много. Никто не хочет слушать мои болталки. Ну, а тут для, как говорят, и для своей истории. Что-то нужно записать. И вам показать, выложить. Огурцов у меня еще там в прошлогодних есть в пакетиках. Я много сажать не буду в этом году огурцов. Сажу только на еду. И заготовок не хочу много делать. Так как еще есть очень много. В прошлом году у меня выросло томатов. 260 килограмм я получила томатов. Ну, тут кое-чего тут подъели. Кое-чего тут отдала родным и близким. В общем, это... Ну, в общем, вот так вот. Если что, не получится. Ну, хотя все должно получиться. Что у нас не получится? У нас все получится. Руки на месте, как говорится. Глаза боятся, руки делают. Какие-то катаклизмы. Будем подстраиваться. Так что вот. Ну, всем пока. До встречи на канале у меня. Субтитры сделал DimaTorzok